Девушки отдыхают Подавайте, стреляйте Не двигайтесь, предупреждаю Вы хотели этого? Папа, пожалуйста, не надо, не надо Панчо, открой дверь Открой дверь Спасибо, папа Спасибо, что не стрелял Почему ты так поступила, Виана? Как? Они проникли в наш дом с твоей помощью Без всякого сомнения Я не отрицаю это Почему? Потому что он меня попросил Он Опять он Ты так любишь эту девушку, Херман? Ты так любишь эту девушку? Да Юрий Продолжение следует... 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 месяца я должен вновь сдать анализы. Можешь ехать спокойно. Какое там спокойствие. Теперь его не будет уже никогда. Никогда. Конечно, я счастлив. Моя палома снова дома. Мы позаботимся о ней. Мы позаботимся о ней. Любовь моя, увидишь, мы тебя мигом на ноги поставим. И меня тоже после всего, что было. У меня вообще до сих пор коленки дрожат. А что случилось? Как это что? Этот доктор угрожал нам пистолетом. Господи, боже мой. Нет, пожалуйста, Хулиан. Успокойтесь, Хильда. Он не выстрелил. А может и выстрелил. Нашел время для шуток. Самое главное, что моя палома здесь. Еще раз повторяю, мы должны беречь ее. Кстати, скажите-ка, палома должна принимать какие-то лекарства? Какие-нибудь лекарства? Нет. Нет, нет, Хильда. Паломе не нужно никакое лекарство. Все в порядке, не беспокойтесь. Если вам что-нибудь понадобится, звоните. До свидания. С каких это пор ты рассуждаешь о назначениях для паломы? С каких? Я спросила, лекарств принимать не нужно. О, слава богу. Мне абсолютно не хотелось бы еще раз возвращаться в этот дом. Как себя чувствует палома? Прекрасно, Хулиан отвез ее в спальню. Хорошо, этой ночью я подежурю около нее. Мне не нравится спускать вниз это кресло. Нельзя разместить ее внизу. Конечно. Она могла бы жить в моей комнате. Неплохая мысль. Решено. Не могли бы вы оказать мне одну услугу? Да. Принести стакан воды, я просто умираю. Нет, принесите сами. Я так хочу видеть палому. Подождите, не торопитесь, Хильда. Побудьте здесь. Еще немного. Почему? Потому что Хулиан просил оставить их одних ненадолго. Добро пожаловать, любовь моя. Мы опять вместе. И уже ничто не разлучит нас. Клянусь. Ты поправишься. Я это знаю. Клянусь всем святым, что это произойдет. И у нас все будет хорошо. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Папices вы в небо. Я потеряла его. Потеряла. Норма, что случилось, моя девочка? Подожди, дорогая, скажи, что с тобой, пожалуйста Ничего, я взволнована И счастлива Палома опять вернулась Ты даже не представляешь, как я рада это слышать, моя дорогая А теперь я пошла спать Я не хочу тревожить своего малыша Конечно, дорогая, ты должна отдыхать До завтра Я тебе что-то Чαли Связал 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 Como si desde aquella vez que te conocí como gitana Nunca te hubiera sido de mi vida Porque nunca te fuiste, mi amor Nunca Permiso Sí, adelante, Hilda Espero no interrumpir nada No, 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 ya le dije todo lo que tenía que decirle a Paloma Si ya le dijiste, entonces andate a dormir Porque yo tengo que acostar a Paloma Pero usted no va a necesitar ayuda, va a poder sola Ay, tenés razón Entonces, por favor, ayúdame, vos la ponés en la cama Y yo después me arreglo Sí, sí, claro Pero enseguida te me vas a ver a Norma Mira, no sé por qué, pero me dejó preocupada ¿Qué pasa? No, nada, 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 pero ya no... No, она как-то странно себя vела Это неудивительно Сделай это для меня Norma так изменилась И надеюсь, что к лучшему Te juro que te vas a poder... Ты поправишься, я знаю Te juro Клянусь всем святым, что это произойдет ¿Vas a estar bien? Los dos vamos a estar bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? У меня есть для тебя новость У меня тоже есть новость Мой ненаглядный Хакинси Ты сегодня на шутку расшалился Весь в отца Конечно, но... Он такой подвижный Я хотел сказать, что твоя тесто... Знаешь, почему он так пинается? Что? Я спрашиваю Знаешь ли ты, почему он так пинается? Я тут как-то думала Надо этим и очень смеялась Он похож на тебя, любовь моя И тоже хочет играть в регби Это здорово Norma, я хотел сказать, что твоя сестра здесь Я сделал это Замечательно Опять пинается Я ложу руку, дорогой Ты чувствуешь его? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Привет! Привет! Это я! Все хорошо! Не беспокойся! Я не могу говорить! Рядом со мной бабушка Она уснула Мне нужен кто-то, кто мог бы быть здесь со мной И кто знает правду Да, да Я подумала о том же Это селение Пусть она придет как можно скорее Да Обещаю Завтра же утром селение будет у тебя Да, послушай Скажи Ты сильно скучала? Хорошо Хорошо Ладно Я знаю, что ты должна вернуться в кровать Спокойной ночи Будь осторожна Нужно Нет уж, Палома Не будет тебе селения Нет Я сам тебя вылечу Ты должна быть здесь со мной Это решено Пожалуйста, это очень срочное и деликатное дело Конечно, доктор Присядьте, пожалуйста Поторопитесь Обязательно Обязательно Можно узнать, почему вы не сделали ничего, чтобы остановить их? Видимо, я обратилась не по адресу Успокойтесь, сеньора Я врач, а не полицейский Херман Что вы здесь делаете? Я пришел Чтобы предупредить вас об опасности Опасности? Какой опасности? Которой подвергается Палому, не принимая лекарства Это значит лекарство Почему бы вам не дать его мне? Я сама позабочусь обо всем Давайте Нет, нет, сеньора Я опять должен забрать Палому к себе Опять к себе? А где сейчас Палома? Это то, что я хотела сказать Палому наверху, в своей комнате Наверху, моя севинка Почему вы ничего не сказали мне? Не теряйте времени, Херман Я знаю, что Паломе не нужны никакие лекарства Я говорила... С моей родственницей Я в курсе И вы доверяете здоровью Палому моей родственнице? Да, но она сказала мне, что... Это глупости, сеньора Что она могла сказать? Она не врач И вы тоже Пожалуйста, Хильда, подумайте Разве может Палому в ее состоянии не принимать никаких лекарств? Конечно, а почему нет? Зачем вам забирать ее? Разве мы не смогли бы давать ей это лекарство? Нет, сеньора Хильда Это очень сложно Только я могу давать это лекарство И любая оплошность может привести к необратимым для Палому последствиям Почему же мне не сказали, что ты здесь? Сивинка Моя дорогая, моя красавица Красавица Здравствуйте, Митра Здравствуйте Вы уже знаете новость Палому снова дома? Видите? Да Хоть и ненадолго Я не понял, как это? Что значит ненадолго? Он уже пришел, чтобы забрать бедняжку с собой Кто? Доктор К сожалению Что вам здесь нужно? Я уже сказал, я пришел за Паломой Ошибаетесь, Палома останется здесь В твоем случае, доктор, хотите вы этого или нет, Палома останется здесь Я не собираюсь забирать ее силой Но если что-нибудь случится, моей вины в этом не будет Оставьте ваши речи Уход за Паломой здесь будет таким же, как у вас или еще лучше? Именно вы будете виновны в том, что впереди у Паломы не жизнь, а жалкое существование Подождите, не понимаю Я уже предупреждал, если она не будет принимать лекарства, как это назначено, могут возникнуть осложнения Это не проблема, доктор Вы дадите мне все инструкции, а я буду строго следовать им Видите, это просто Совсем непросто, очень непросто Только я могу решить, сколько лекарства требуется Паломе Уменьшая или увеличивая дозу Любая ошибка может быть роковой Неужели это непонятно? Палома выздоровеет, если будет находиться именно под моим строгим и постоянным контролем Или все пропало Вы просто не задумывались Но разве просто мне было поместить Палому у себя дома? Это огромная ответственность Это мой профессиональный долг И зачем, полагаете, я это делаю? Потому что я забочусь о ее здоровье А вот вы думаете о здоровье Паломы? Или только о самом себе? Хорошо, доктор Я... я помогу вам забрать ее Ладно, ладно, хорошо Не сейчас, чуть позже Хулиан Можно тебя? Извините Паса, Ильда Что случилось? А то, что этот доктор ни за что не получит Палому Ильда, я все понимаю, но мы не можем рисковать Какой риск? Я точно знаю, что нет никакого лекарства для Паломы Правда? Чистейшая Не позволяй ему увезти Палому Хулиан, пожалуйста Потому что я догадываюсь, почему он хочет это сделать Почему? Потому что он влюблен в мою внучку Спасибо, я все понял Уже поздно, не так ли? Если вы поможете мне спустить вниз кресло Паломы, я заберу ее сейчас Нет, нет, доктор, не надо, ни в коем случае Но больше нельзя ждать, я должен срочно дать ей лекарства Никакого лекарства, вы Паломе давать не будете О чем вы говорите? Послушайте, доктор, хватит, а Давайте не будем все усложнять Если хотите, оставьте лекарства, а если нет, уходите Мы найдем другого врача Что? Это безумие? Уходите И ни о чем не беспокойтесь Не бойтесь Я тоже не стреляю без предупреждения Принестная Волги да Палома Что? Волги Палома Что? Что? Ай, не! Палома, моя милая Волги. Что? 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 Что, что я могу сказать? Я свою тюю Морал И если вы не кончите меня Что с Моралом Устанавливается локом. Устанавливается локом. Да, но я не виноват. Что вы здесь забыли, цыган? Давай, держите свое рабочее место. Хорошо. Я удаляюсь к себе. Вон. ñ glass door. Señorita pompón, пожалуйста, déjeme que... que la explique. Explique nomás. Bueno. ¡A sua abuelita! Субтитры сделал DimaTorzok Así Paloma No te culpo, sabes Pero tú tienes que... Pero tú tienes que entender. Меня очень задевает, что мой муж уделяет тебе больше внимания, чем мне. Я жду ребенка. Его ребенка. А ему все равно. А о тебе он думает постоянно. Знаешь, я с таким нетерпением жду, когда родится малыш. Он будет таким красивым. Ты не представляешь, как он пинается. Я сказала Гулиану, что он тоже будет играть в регби. Нет, лучше не надо. Он может покалечиться. Смотри, Paloma. Вот он, твой племянник. Он здесь. Милый Хакин. Это твоя тетя. Это Paloma. Она хочет познакомиться с тобой. Это твой племянник, Paloma. Что бы там ни говорили, это твой племянник. Ты слышишь? А что такое? Нет, ничего, ничего. Просто я всегда нервничаю, когда речь идет о таких людях. Селения, вы идете туда не красоваться, а чтобы во всем помочь Paloma, которая чувствует себя очень одиноко. Как ты одиноко, доктор? Неужели она совсем одна в этом огромном замке, который я видел в журналах? Селения, я имею в виду, что ей не откуда ждать помощи, потому что никто ни о чем не догадывает. Не беспокойтесь, доктор. Я буду ей помогать. Нужно информировать в том, что происходит в этой доме. Абсолютно все. Понимаете? Понимаете, доктор. Не волнуйтесь. Я буду больницей. Это закончено. Треть и wall 않 tand, Blair. История, уся optim計стр Friedman. Это неожиданно. Неожиданно. Неожиданно, неожиданно. 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 Неожиданно не分кнул��. Неожиданно. Нет, но это не означает, что он... Хочется, почему ты не называешь его в телефоне? Нет, нет, потому что я не хочу быть тяжелым. Почему ты не называешь его в телефоне? Привет. Как дела? Гулиан? Гулиан? Гулиана тоже спрашивала о нем. Мы как раз собирались звонить. Нам надо поговорить. Наедине. Конечно, пойдем. Как это ты пришла проститься? Да. Подожди, хочешь кофе? Ну что ж, давай. Спасибо. Куда ты уезжаешь? В Соединенные Штаты с моим братом. Насколько ты уезжаешь? Я не знаю. Может, навсегда. Трудно сказать. Значит, ты останешься там? Да, думаю, да. Всеми бумагами занимается Адриану. И мы... Уезжаем. Завтра. Значит, ты покидаешь меня? Ну, может, это принесет тебе счастье? Нет. Счастливей я не буду. Но брата я тоже оставить не могу. Карина. Я буду скучать по тебе. Правда, буду скучать. Не сочиняй. Адриан. Прощай, Панчо. Береги себя. Ладно? Адриан. Прощай. Прощай. Оля. 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 Хорошо, это я. Что с тобой? Ты не узнал меня? Только не говори, что хочешь увидеть меня, чтобы поговорить. Если тебе что-то нужно, скажи по телефону. Я уже сказала, что нет. Ну, хорошо. Пять минут Только пять минут И где мы встретимся? Вы сказали, селение? Да А что, какие-то проблемы? Нет, нет, никаких Подождите здесь Я доложу сеньоре Мадам Кто это, женщина? Это не женщина Это некто селение, мадам Я медсестра и ухаживала за поломой в доме доктора Да, да, я помню А что вы тут делаете? Меня послал доктор, чтобы ухаживать за поломой У меня большой опыт работы по уходу с такими больными Наконец-то ему в голову пришла разумная мысль Что? Нет, нет, ничего Ладно, о видео Сеньорита будет здесь работать Так что проводите ее в комнату поломы Как скажете, мадам Благодарю Всегда к вашим услугам А вы следуйте за мной Сюда, пожалуйста Что такое? Какой дом? Сеньорита Сеньорита Даже лучше, чем в журналах Это комната сеньориты поломы Разрешите? Можно? Проходите Большое спасибо Полома Ладно, идите, спасибо Хорошо С вашего позволения Получилось Какая я уставшая и голодная Что касается усталости, тут помочь не смогу А вот если голодная Что ты принесла? Круассаны и кофе с молоком Какая прелесть Просто слюнки текут Как вкусно Он меня обманул А видео обманул меня Просто вытеро меня ноги Выбросил как ненужную вещь Мими, пожалуйста, не плачьте Разве непонятно, что вся моя жизнь потеряла смысл Что все мои мечты напрасны Мими Мими Скажите мне Мими Вы влюблены во видео? Сеньорита Я Я уверен, что он тоже любит вас Он любит меня и бегает за другой Знаете, ему надо дать возможность Выслушать его Может, он совсем не такой Как вам кажется? Сеньорита Ну вот, я и пришел. Что-то не вижу пожара. По голосу Карины можно бы подумать, что тут уже все сгорело. Скажи, почему ты решил уехать, не попрощавшись? Не знаю. Не знаю. Наверное, боялся. Боялся чего? Показаться... Показаться слабым. Знаешь, я еду в Майами. Да, знаю. Там обо мне позаботятся. У них есть все оборудование. Да, конечно. Но твои привязанности остаются здесь. Я знаю. Они в моем сердце. И будут там всегда. Я буду очень скучать по тебе, брат. Я тоже. Я тоже. Береги себя. Береги. Ты тоже Хулиан. Береги себя. И, пожалуйста, пошли мне фотографию моего племянника. Да, обещаю. А как у тебя с деньгами? Да, благодаря одному пациенту все хорошо. Кстати, этот конверт тебе... Что это? Это доверенность, подписанной мной и Кариной на право введения дел по наследству отца. Если получишь деньги, пошли нам с Кариной. Это поможет нам с оформлением вида на жительство там. Не могу поверить. Не могу поверить, что ты будешь так далеко от меня. Я не буду далеко. Я буду постоянно звонить, чтобы узнать, как идут дела. Обещаешь? Обещаю. Улиан. Улиан. Ладно, Улиан. Все. Знаешь, у меня очень много дел. Я пошел, брат. Береги себя. Ну вот, ты дома. Здравствуй, палома. Как я рада тебя видеть. Как ты себя чувствуешь? Хорошо, спасибо. Я имела в виду палому? Она тоже хорошо, даже разрумянилась. Это правда. Как хорошо прогуляться. Сигинка, дорогая, посмотри, кто к тебе пришел. Палома, нам нужно поговорить. Она не говорит. Но слышит. Синьор, пожалуйста, не делайте этого. Оставьте. Пойдите, выпейте чаю. Это просто бред какой-то, палома. Бред. Я знаю. Но я должна довести это до конца. Я пришел, потому что готов отдать за тебя жизнь. И не позволю, чтобы ты оставалась под одной крышей с убийцей. Но я не уйду отсюда, пока этот убийца не окажется в тюрьме. Ради всего святого ты больна. И это кресло тут ни при чем. У тебя помутился рассудок. Ты помешалась на Хулиане. И находишься здесь из-за него. Но он никогда не будет твоим. Потому что ты не сможешь разлучить его со своей сестрой. Да, ты прав. В том, что касается моей сестры. Да. Ты прав. И что же? Почему бы тебе не дать мне возможность стать твоим мужем и сделать тебя счастливой? Наверное, еще Наверное, еще и из-за спида. Но я не болен спидом. Я два раза делал анализы. У меня нет спида. Что? Теперь я понял. Ты как Гитлер, который отправлял людей в печь. Пусть все больные с видом сгорят там. Как ты можешь? Узови медсестру. Узови медсестру. Успокойся, любовь моя. Успокойся. Я знаю, что тебе очень тяжело. Безусловно, приятного мало. Но, к сожалению, от тебя ничего не зависит. Поверь мне. Послушай. Тебе нужен хороший массаж. Ты расслабишься и почувствуешь себя лучше. Пойдем, любовь моя. Пойдем. Слава Богу, что ты вытащила меня оттуда. Что, все так плохо? И не говори. Надеюсь, что Стива все же не рассердился. Извини меня, но я не привык так легко сдаваться. Да, но вы не можете находиться здесь. Пожалуйста, выйдите. Мне надо поговорить с Паломой. Итак. Прости меня. Сорвалось с языка. Я знаю, что ты не такая. Просто мне не дает покоя мысль о нас с тобой. Хорошо. Не беспокойся, я... Я все понимаю. Что касается своего предложения, разреши мне решить свои проблемы и... тогда мы поговорим. Решить свои проблемы? Какие проблемы? Арсиеру. Я хочу с ним покончить. Тебе лучше? Да, Ливиана. Ты еще не знаешь, как нам будет хорошо? Да, да. Хулиан. Хулиан. Это правда. Ты уйдешь, когда родится наш ребенок. Бросишь меня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА